Пока Россия упивается игрой своей сборной на чемпионате мира и раздыхается от радости, жители одного из домов по переулку Селиково задыхаются совсем от другого. Весь подвал под их домом заполнен нечистотами из прорвавшейся канализации. Этому строению более 50 лет. За все годы ремонт здесь делался только косметический. Итог всего этого сейчас и наблюдают жильцы. И не просто наблюдают, а живут. Живу, извиняюсь за выражение, в самом гов... Можешь посмотреть на эту ситуацию. Здесь жить невыносимо. Запах просто прекрасный. Прорвало канализацию. И с первого подъезда, и со второго, с нашего. Все это стекается к нам сюда. Жить невозможно. В подвал. Там полностью все уже затоплено. Такое случается уже не в первый раз. Это и понятно, ведь канализационные трубы здесь ровесницы дома. Амбреи, исходящие от подвального нужника, не останавливают ни окна, ни двери. Это бесконечные мухи. И даже когда было все зимой, вот это затоплено, невозможно было. Двери все и окна были все открыты. Хотя ходили, приходили, закрывали окошки, потому что морозы и двери. Но вы сами представляете, как это, как можно жить в этом. То, что ты выходишь, открываешь дверь, а вот у тебя тут такие ароматы. Управляющей компанией у дома нет уже больше года. Поэтому со своим добром люди остались один на один. За каждый вызов ассенизаторской машины они платят по 15 тысяч рублей. Ходили, прочищали какие-то трубы. Пару дней не текло. Потом опять. Вот набралось. Вызывали машину по откачке. То есть опять два дня нету, опять набралось. Воня ужасная. Как бедные люди на первом этаже живут, я даже не представляю, а там дети. А страшно представить, если туда ребенок упадет. Да и внутри строение выглядит, как карточный домик. Ткани пальцем он и развалится. Оно все вот, запустяло. Ооо. Все. Говорит нечего. Вот в таких условиях живут люди в Орле в 21 веке. Обращение жильцов во все инстанции результата не дали. Обращались в жилинспекцию. Ну, нам ничего толком не подсказали. Сказали идти к губернатору. Обращались в самую главную аварийную службу города Орла. Нам вызвали в Орел водоканал. Они приехали, посмотрели, замерили глубину, развернулись и уехали. Это все их действия. На 7 июля жильцами запланирована встреча с представителями управляющей компании, которая рассматривает возможность взятия их на баланс. Добились разрешения хотя бы вызвать сюда управляющую компанию. Она одна единственная во всем городе Орле, которая согласилась хотя бы к нам приехать. Мы ждем, что они хотя бы как-то чем-то нам попробуют помочь, чтобы подсказать нам, как-то можно проблемы решить или что хоть нам дальше делать. Потому что дом действительно в убитом состоянии. Никто за нас не берется. Куда ни заходим, везде просто опускают руки, говорят, извините, вы не по адресу пришли. Но есть еще один путь, которому в последнее время стали прибегать в сложных жизненных ситуациях. Крестный ход. Дабы нечистоты из подвала ушли и другие проблемы тоже. А что, ведь были же крестные ходы против ДТП, против засухи, против абортов и против гриппа. Благо храм здесь рядом. А на что надеяться людям, когда государство от них отказалось? Только на помощь свыше. Олег Рудаков, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.